Добрый день, уважаемые зрители Паяльник ТВ! Сегодня я хотел бы начать тему компьютерного зрения на примере OpenCV и мини-компьютера Raspberry Pi. Пойдем по самому правильному пути, это компиляция и установка библиотеки из исходников. После установки попробуем сравнить обычную USB веб камеру со специальной камерой малинки. Если вам интересна эта тема, то ставьте лайк, чтобы поддержать выпуск новых роликов. Поехали! Когда я готовился к этому ролику и заказывал камеру для малинки на сайте Seed Studio, то наткнулся на одну интересную штуковину, о которой хочется сказать ну буквально пару слов. VGA666 это пассивный модуль, который позволяет подключать малинку к VGA монитору. При этом вы правда теряете целую кучу GPO контактов и 2C и SPI вывод, но в некоторых задачах она может быть полезна. Оставлю все полезные ссылочки в описании к видео. Все начинается с образа системы Raspbian, который можно скачать с официального сайта. Переходим во вкладку Download и потом Raspbian и загружаем версию Raspbian Stretch с рабочим столом. Разархивируем образ системы и заливаем его на флешку, например с помощью программы Etcher. Извлекаем флешку и вставляем в малинку. Я советую использовать SD карты объемом от 16 гигабайт, так как 8 гигабайт может попросту не хватить и начнутся танцы с бубном. Далее происходит первое включение. Тут надо разобраться с клавиатурой и подключиться к вашему Wi-Fi, после чего пройдут обновления и перезагрузка. Открываем терминал. Для начала необходимо расширить систему на весь доступный диск с помощью команды sudo raspiconfig, в которой нужно выбрать Advanced Options и расширить файловую систему, после чего опять перезагрузиться. Теперь необходимо установить требуемые пакеты для компиляции OpenCV из исходников. В описании к видео я оставлю все используемые видео команды, так что их можно будет просто скопировать и вставить. После этого надо увеличить размер файла подкачки. Открываем файл настроек с помощью, например, редактора Nano. Находим строчку с прописанным размером swap файла и изменяем число, например, на 1024. Теперь просто перезапускаем необходимую службу. Создаем папку OpenCV в домашнем каталоге и переходим в нее. Теперь необходимо скачать последнюю версию OpenCV. На момент выхода ролика это версия 4.1.0. Узнать свежую версию можно на сайте OpenCV. Скачиваем архивы с исходниками с помощью утилиты WGET. Распаковываем архивы. После распаковки архивы можно удалить. Теперь переходим в папку OpenCV вашей версии и создаем в ней папку Build. После чего необходимо настроить параметры сборки при помощи утилиты CMake. Здесь стоит обратить внимание на путь до дополнительных модулей. У меня тут указана версия 4.1.0. Для вашей версии этот параметр может отличаться. И не забудьте включить оптимизацию Neon для ARM процессоров, что улучшит скорость обработки изображений и видео за счет встроенных аппаратных возможностей в процессоре. После того, как создание конфигурации завершилось сообщение Configurating Done и Generating Done, запускаем компиляцию. Пару советов. Если у вас есть нормальный корпус и охлаждение для малинки, то можно запустить компиляцию в 4 потока с помощью следующей команды. Но во всех остальных случаях советую запускать в одном потоке и спокойно заниматься другими вещами. Компиляция займет около 6 часов. Когда компиляция закончится, необходимо установить библиотеку. И не забываем вызвать утилиту LDConfig, которая создает необходимые связки и формирует кэш установленных динамических библиотек. Теперь запустим питон и проверим наличие библиотеки. На этом компиляция установка завершена. И теперь давайте сравним работу с USB веб-камерой и специальной камерой малинки. Запустим скрипт для поиска лица в видео. Для начала запустим из папки Sample скрипт Face Detect. В этом скрипте с камерой с USB веб-камерой берется один кадр и прогоняется через функцию поиска лица. После чего предположительное лицо обводится рамкой. Теперь я запустил тот же самый скрипт, но только кадры для анализа беру уже со специальной камеры для Raspberry Pi. Это камера версии 2.1 с максимальным разрешением 8 мегапикселей или 3280 на 2464 пикселя. Учитывая стоимость обычных USB камер с подобными характеристиками, я считаю, что для задачи распознавания и просто видео и фотосъемки лучше использовать вот такие камеры. У них и качество хорошее, и стоимость не такая большая. Ну и плюс ко всему у вас еще USB выходы свободные остаются. Довольно очевидный факт, но мне нужно было самому пощупать своими руками, чтобы убедиться в этом. Надеюсь вам было интересно. Если так, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал Паяльник ТВ, чтобы не пропустить выпуск новых интересных видео. С вами был Андрей. Пока!